Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгений Понасенков, и эта передача будет посвящена зависти в антропологии и истории войны 1812 года. Приматы не меняются, в мире все связано. Как совершенно верно говорят, зависть – мать всех пороков. И нынешняя ситуация очень хорошо подтверждает этот тезис. Однако я начну с описания происходящего с точки зрения эволюционной, антропологической и, я бы сказал, биологической. Вот есть человек высокий, с жестом, с мимикой, с талантами многочисленными, с десятками тысяч поклонников. Действительно, большой успех. Это правда, несмотря на все препоны со стороны режима и так далее, но успех действительно большой. И, да, конечно, с капитальными трудами. Это сложно представить. Вся жизнь труда. 4 тысячи научных ссылок, 20 архивов Европы и России. Ну, много у меня работ. Это с одной стороны. Итак, мимика, жест, рост, внешность, успех, все прочее. Ну, и, конечно, знаменитые коллекции примеров искусства конца 18-го, начала 19-го века. Это с одной стороны. С другой стороны, нечто обмякшее, небритое, такое по виду немытое, вечно в каком-то засаленном свитере, с женским голоском. Я сейчас не буду пародировать, это сложно. Я умею пародировать голоса, но это вот такой стертый голосок, это сложно пародировать. И ни одной научной статьи у этого типа нет. Не то, что там ни одной научной книги, ни одной научной статьи. Вот у меня масса выступлений в Академии наук, на научных конференциях, на международных научных конференциях и коллокуменах. А вот у этого журналистика завислива ни одной научной статьи. Тем не менее, в наше время, в эпоху интернета, в принципе, можно Ложкова обмануть как угодно. И он, не создав ничего, решил заделаться просветителем и вместе с приятелем сделал сайтик, на котором публикуют какие-то статьи, связанные с эволюцией. Пожалуйста, это не проблема, если не совершать антинаучных вещей, если не совершать подлости. Как известно, самая жестокая борьба – это борьба внутривидовая. То есть, в нашем случае, даже не между попами и учеными, а между теми, кто борется с попами и либо называет себя учеными, либо действительно учеными является. Отстаивать эволюционные знания – это замечательное, позитивное явление, но только до той поры, пока журналистики, которые тоже к этому решили иметь отношение, не начинают хамски клеветать на ученых. И пока не начинается такая глупая, бессмысленная, внутри видовая, если можно так выразиться, борьба вот уже среди тех, кто хочет себя заявлять как просветители. Как известно, как всем вам хорошо известно, существует не десятки, сотни роликов, статей и книг. В последние годы я весьма успешно в Академии наук и на всех федеральных каналах борюсь с мракобесами, с клирикалами и с государственной пропагандой в области истории. Я отстаиваю тезис о том, что история – это точная наука. И делаю это очень красиво и всегда победно. Всегда победно. Конечно, подобное вызывает не только ненависть тех, кого я изничтожаю, то есть мракобесов и пропагандистов, но и чудовищную зависть тех, кто тоже хотели бы вот так блистать и побеждать, но не могут ни блистать, ни побеждать, ни иметь имя, ни иметь, так сказать, какие-то материальные средства. Вот у них не получается. И вот эта зависть, она даже сильнее, чем ненависть оппонентов. И, конечно, зависть всегда ходит рука об руку с подлостью. И вот этот журналистик Саша с женским голоском, без единой научной публикации, небритый, он решил нагадить. Нагадить как? Манипулируя, не сведущий в конкретной теме, в теме войны 12-го года, интернет-аудитории, в основном школьниками, естественно, через вас, вашими руками. Он хочет осуществить зависть и подлость в отношении меня. Методы очень простые. Клевета, подтасовка фактов и моментальная блокировка на сайте антропогенеза тех, кто пытается просто ставить объективную информацию, ставить положительные рецензии на мою книжку, опубликовать отрывки из моей книги, потому что на антропогенезе нет даже одной фразы из моей книги, то есть непонятно, что они обсуждают. Хотя бы вы опубликуете главу о причинах войны, чтобы было понятно, о чем говорить. А также это все совершенно эфемерно. Можно говорить, что плохо, можно ненавидеть, можно говорить, что мы завидуем, но это же все будет шито белыми нитками, как сейчас шито. Так вот, те, кто с документами в руках, с многочисленными, с десятками рецензий известных ученых, в том числе многолетнего директора Института российской истории, российской академии наук Андрея Николаевича Сахарова, Максима Гедина, кандидата исторических наук, потрясающе вышла его рецензия. Вот кто пытается с документами в руках, с аргументами, с аргументами о вине Александра в первой войне, пытается противостоять вот этому подлогу, клевете и жульничеству в отношении меня на сайте антропогенеза, их моментально блокирует. И у меня уже собрано, естественно, мои помощники постарались, множество скриншотов и предоставления ложной информации, и подмены понятий, и блокировки, самые важные блокировки пользователей, которые ставят объективную информацию. Подобные методы, вот подлог, клевета и борьба с инакомыслием, это методы, с моей точки зрения, фашистские. Причем, ну, в вашем случае вы же нищие. Вы нищие и не эстетские, и поэтому у вас, я бы даже не назвал фашистским, я бы сказал так, ну, какой-то маргинальный такой, маргинальный фашист, небритый. Небритый, бедный, оплывший, печаль, печаль, печаль и унылья. Вот комическая формулировка. Что завистник через сайтик, используя в своих личных целях, целях зависти, сайтик ставит мне в укор. Что Панасенко, я цитирую, автор книги с говорящим названием первой научной истории войны 12-го года. Все договорящие, если она первая научная, конечно, это говорит само за себя. Автор книги с говорящим названием, в которой обвиняет Александра Первого в развязывании войны, Кутузова в педофилии, а научных оппонентов в политической ангажированности. Александр Первый в развязывании войны, Кутузова в педофилии и научных оппонентов в политической ангажированности. Это все. И что? Вот эти перечисленные пункты, это известно ученым давно, это давно не оспаривается даже в Академии наук. Собственно, вы не поставили мне в укор и не изучаете. Главное новшество вот этой моей монографии, этого капитального труда здесь доказывается с помощью сотен документов из российских архивов, что параллельно с военной кампанией Наполеона в России происходила еще и гражданская антикрепостническая война, что естественно. Причем, если вторжение наполеоновской армии затронуло узкую полоску от Вильна до Москвы, то гражданская война затронула практически все губерния Российской империи. Также вы не обсуждаете одно из главных моих достижений в историографии, это переосмысление роли влияния континентальной блокады на экономику России. И об этом много уже написано, и в России на Западе меня поддержали, но вы почему-то вот с этим не спорите. А вы спорите с тем, что давно до меня еще известно ученым, и, кстати говоря, вот эти тезисы дословно всегда сообщает пиаренный, любимый вами однофамилец, доцент Олег Соколов, который правда, вот сейчас я далее процитирую экспертизу Института русского языка имени Виноградова, он, в общем-то, стащил все это у меня. Итак, Саша, деточка, вот тебе не нравится название первой научной истории войны 12-го года? Тогда детка, потому что, действительно, если человек малознающий и такой несозревший, то, конечно, это детка. Почему я так нежно? Говорят, что я злой, нет, нежно, детка. В общем, голосок такой. Итак, деточка, если тебе не нравится название, это первое научное, а очень просто. А назови, назови, покажи в эфире любую одну книгу, первую научную другую. Вот какая научная история войны 12-го года была до меня? Именно обобщающая. Такого просто не существует по одной простой причине. Потому что до 91-го года, до отмены цензуры, подобная книга появиться не могла. Там было всего двое монополистов. Темы Жилин и Бескровный. Оба не историки, а военные карьеристы, полковники, которые писали абсолютную ахинею, допустим, Бескровный. Написали, что после Бородина началось контрнаступление русской армии. Представляете, это после Бородина. Сбежали до Москвы, оставили Москву, сожгли с русскими ранеными. И так далее. А после 91-го года были очень неплохие статьи и работы об отдельном маленьком сражении. Я писал о муниципалитете, о континентальной блокаде. И вот в этой книжке 2004 года, «Правда войны» 2012 года, я исследовал характер войны, муниципалитеты, которые Наполеон устроил в России. Но не было. Вот за все эти годы свободы и гласности так случилось, что не произошло. Но никто не написал капитального труда, чтобы от историографии до библиографии, от экономики и дипломатии до войны и влияния на все слои населения. Ну вот просто не произошло этого. По факту. Невозможно. Вы же даже не можете привести пример, вот эта книжка, вот одна, вот она первая научная обобщающая до меня. Ну нет. Я понимаю, что это очень тяжело перенести моим коллегам. Ну это очень тяжело. Но это же не моя вина, что они, будучи в два-три раза старше меня, не смогли ничего подобного создать. Ну не моя это вина. Моя вина только в том, что я смог это создать. И в связи с названием я процитирую рецензию на мою монографию «Кандидата исторических наук» Максима Гедина. Представленная монография российского историка Е.Н. Панасенко «Первая научная история войны 12-го года» безусловно является знаковой научной работой в современной историографии. Имея за плечами солидную историческую подготовку, обладая незаурядной эрудицией, автор как истинный ученый-историк отказался следовать интересам государственной идеологии и одним из первых незаангажированно анализирует события представленного периода. Ну я бы не стал использовать слово незаангажированно, но так или иначе объективно. Ценность монографии также обозначается тем, что в течение вот уже 27 лет после распада Советского Союза так и не было создано научно-ценного исследования по данной теме. Таким образом, основываясь на широкой документальной базе на 864-х, в страницах монографии Е.Н. Панасенков изложил события данной эпохи с точки зрения профессионального ученого. Подготовленная монография Е.Н. Панасенков аргументированно представляет кардинально новый взгляд на причины войны, анализирует внутриполитическую и социальную ситуацию на территории Российской империи в 2012 году. Четко определяет социально-экономические составляющие войны, описывает государственную систему противоборствующих стран, а также показывает психологические портреты основных действующих исторических фигур. Новейшее исследование историка отличается строгим следованием научной методологии, кстати, здесь целый большой раздел про методологию, знанием иностранных языков, спасибо, и значительным вниманием к ранее неизвестным документам. Ну и так далее, и так далее. Эта рецензия давно опубликована, она есть в интернете, она есть в фейсбуке, она будет и под роликом, и так далее, и так далее. Таких рецензий много. И одна из самых интересных, кстати говоря, пришла от доктора экономических наук Кротова, который писал о главе по континентальной системе. Интереснейшее мнение князя Лобанова Ростовского, который, во-первых, сам уже историю, да, и, кроме того, поскольку в моей книжке опубликована моя уникальная коллекция предметов живописи, гравюры, декоративно-прикладной искусства эпохи Наполеона, а Лобанов Ростовский является пожизненным консультантом Кристис и Сорбис, это важнейшее дело. Также человек с мировым именем в Наполеонике, Торонс Акаян, блестящая рецензия, за всеми печатями, кстати, у Гедина все печати там, посмотрите, очень любите почему-то печати. А Кротов вообще прислал на бланки Государственной Думы, потому что он консультант Государственной Думы, доктор экономической науки, он прислал рецензию, вот все это опубликовано на бланках. Изумительно выступили в поддержку, посмотрите ролики, Николай Сванидзе, он профессиональный историк по образованию, и Евгений Ройзман, он тоже профессиональный историк, архивист по образованию, автор блестящего совершенно исследования, и историки по моей тематике, и историки вообще. И вот знаменитые общественные деятели, они поддерживают. Если кто-то там что-то вякает, ну, всегда же вякают. Нет ни одного... Чем ярче исследование, тем больше вякает, тем больше зависти, тем больше оно вызывает, так сказать, эмоции. Это логично. Теперь я перейду к своей любимой теме, к теме перечисления основных аргументов по вине Александра Первого в войне. Потому что Александр Первый виноват не только в конкретно войне 12-го года, он виноват еще и в целом вообще в этом конфликте, начиная с 1805-го года. Причем, как я доказал еще в 2002 году на заседании, я прочитал доклад на российско-французском коллокууме, организованном Государственным историческим музеем, Музеем армии и фондом Наполеона во Франции в рамках юбилейной программы «Аустралиц». И вот этот коллокуум 2002 года, здесь я впервые доказал важнейшую штуку. Что Александр Первый не просто был локомотивом создания третьей антифранцузской коллокации 1805-го года, после которой уже этот снежзаком конфликта повалился и покатился. А сразу после прихода к власти в 801 году, когда раньше в нашей историографии говорили, что вот политика свободных рук, и что он такой, дни Александровских, прекрасное начало, все прочее, вот уже тогда Александр Первый планировал войну с Наполеоном и ее желал. И это уже все документы касательно этого, практически все были опубликованы давно, еще в 1960-е годы, Министерством иностранных дел России. Вот здесь тысячи и сотни документов, малюсенького шрифта. В чем дело? Документы были опубликованы. Но что такое совок? Документы опубликованы, но читать и как бы узнавать их нельзя. И поэтому монополисты Жилина Бескровна, которые писали книжки по 2012 году, и потом это все приходило в учебники, они не могли увидеть этого, заметить, потому что тогда Россия становилась агрессором. И тогда они летели с работы, а еще лучше в ГУЛАГ. И вот только после 1991 года можно было это откровенно прочитать. Но до меня это не прочитали. И я первый, кто это прочитал здесь, прочитал в 2004 году здесь и уже капитально изложил, процитировал все это здесь. Ну что поделать, если я первый? И, конечно, не те, кто на форуме в интернете голосует, кого подставляют, кого читают лохами, вот этот вот Сашка подставляет. И не сам Сашка, который просто журналистик, он же не историк, он никто вообще. Он не читал ни этого, ни этого. То есть это просто такая наглая авантюра и мошенничество, что они делают сейчас. Так вот, тема вины Александра Первого в войне. Как вам всем известно, Павел Первый заключил союз с консулом Бонапартом. Почему? Потому что Наполеон сумел доказать, что Россия и Франция больше не должны сражаться. Главной вообще идеей фикс консула Бонапарта было то, что главным союзником Франции может быть только Россия. Почему? Потому что нет геополитических проблем, нет экономических проблем, они никак не связаны, никак не противоборствуют. Враг Франции – это Англия, и, возможно, геополитически Пруссия и Австрия, которые и воевали с ней раньше. Консул Бонапарт за счет французской казны обмундировал и за свой же счет отправил в Россию больше шести тысяч русских пленных, которых победитель Суворов бросил во время швейцарского похода. Можете такое представить, что за счет французской казны, какой изумительный, красивый жест. Павел Первый его оценил, был заключен в мир, и все было хорошо до того момента, как при участии его сынка, уже тогда юного, но лысого, уже лысого и полуглухого, над ногу глухого Александра Цесаревича, Павел был убит. И Александр Первый, вот этот молодой, завистливый тип, становится императором всей России, всей Руси. Это страшно, когда человек с такими, психическими, психологическими проблемами, комплексами, которые в дневниках сам себя называл ничтожеством, становится во главе страны совершенно бесконтрольно. То есть у нас самодержавие ограничено убийством. Он с рабами может делать все, что угодно, но с рабами дело он посылал против Наполеона, которым завидовал этих рабов. И что происходит? Вот в этом моем докладе доказано, как раз по этим многотурам, есть, кстати, их много, учите, что их очень много, этих томов еще. А еще есть 20 томов материалов военно-ученого архива, которые изданы в начале 20 века. Вы, естественно, об этом ничего не знаете. Так вот, Александр Первый в инструкциях послам уже с первого года своего правления стал готовить наступление на Наполеона. Почему? Все очень просто. Возвращаемся к первой фразе. Зависть – мать всех пороков. Наполеон стал с 96-97 годов героем молодого поколения, героем молодых друзей будущего царя, тогда цесаревича Александра. Гравюры с портрета Гро Наполеона на Аркольском мосту висели во всех аристократических домах, в том числе в России. Вон у меня висит как раз одна из таких первых уникальных гравюр – миланская. И, более того, даже мать Александра Первого, Мария Федоровна, она приобрела портрет Наполеона. У нас сохранился документ об этом. Еще более того. Ведь Наполеон, как консул, а затем император, он усмирил революцию, успокоил революцию. И теперь русские феодалы могли не беспокоиться ни о чем. И у нас, пожалуйста, в оцифрованном виде сейчас есть все политические журналы, газеты России той поры, где консул Бонапарт называется усмирителем всех бед и прекрасным человеком и так далее. То есть, проблем здесь тоже не было. Ни геополитических, ни экономических, ни уже, я бы сказал, таких классовых. Но вот есть зависть, потому что Наполеон талантлив как политик, как военный, как администратор, у него классический профиль. И вот Александр Первый – лысенький, бездарный, глухой. Профиль у него не сложение, а вычитание профиля. И зависть колоссальная. Поэтому еще до 1804-го, до 1805-го года, до всякого дела герцога Ингенского, Александр Первый проявил максимум усилий, чтобы сколачивать Третью антифранцузскую коалицию. Причем, вот это очень важно, иногда подменяют, что Россия присоединилась к Третьей антифранцузской коалиции – это ложь. Вот здесь, пожалуйста, ну любой человек может пойти в магазин или в интернет, почитать то, что здесь написано, а здесь уже выжимки на странице суда, где показано, что Александр Первый стал не просто локомотивом, а режиссером и полностью создателем Третьей антифранцузской коалиции. Австрия уже дважды была разбита. Франция, даже не дважды, трижды до 1805-го года. Австрия не хотела воевать. Она была обескровлена, как и Пруссия. Заметьте, в коалиции Пятого года, в Третьей антифранцузской коалиции, Пруссия не участвует, не хочет. Ее потом только заставляет Александр Первый в Четвертой участвовать. Так вот, Александр Первый уламывает Австрию воевать в 1805-м году. Россия и Австрия идут войной на Францию, но Наполеон гениальным броском от Ла-Манша, потому что он был даже не на границах с Австрией, был на Ла-Манше. Наполеон броском отгоняет русскую армию, гонит ее от границ Франции по долине Дуная и уничтожает под Аустерлицем. Александра Первого теряет его свиты. Его через много часов находят плачущим под деревом, и у него, простите, была диарея, о чем писала его жена, жена Александра Первого. И об этом узнал весь Петербург, об этом позоре, как он плакал под деревом с этой диареей. И это, конечно же, Александр просить Наполеона не мог никогда. То есть он сам начал войну, он сам в это вляпался, сам погубил русских своих рабов и получил страшный позор. Далее. Наполеон не преследует русскую армию. Наполеон уходит во Францию, он не остается в Австрию, он не идет в Россию, он возвращается во Францию. Он подписывает с представителем России УБРИ соглашение мирное. Александр Первый отвергает мирное соглашение. Александр Первый создает новую четвертую антифранцузскую коалицию. Он уламывает прусского короля Фридриха Вильгельма Третьего и в 1806 году опять гонит русских рабов в Европу. Но прусскую армию, как и австрийскую, в прошлом году разбивают под Иеной и Аурштеттом, затем разбивают в пух и прах русскую армию под Фридландом, и Александр Первый загнал сам себя и Россию всех в Сильзит. Кстати, ополчение 1812 года смешно. Ополчение Александр Первый созвал впервые в 1806 году. Как это народное ополчение в России в 1806 году, когда Наполеон еще во Франции? Какого черта, простите? Потому что все очевидно. Итак, Александр Первый сам загнал себя в Сильзит. Что происходит в Сильзите? По идее, Наполеон два раза разбил русских. Два раза наказал. Он должен наказывать, наказывать. Он должен вообще перейти границу. Русская армия разбита. Если бы он хотел захватывать Россию, он не переходит границу. В Сильзите он делает максимум подарков России. Он подарил России Белостокскую область. Он оставил существовать Пруссию, потому что Александр Первый умолял за Фридриха Вильгельма, которого тот уломал на войну. Собственно, Александр Первый виновал в этой войне. Он понимал ответственность. И он уломал Наполеона, не наказывая особенно Пруссию. Первое письмо Наполеона к Шарлену Морису Толерану. «Я хочу, чтобы мир приобрел как можно более долговечное значение». Это цитата. Еще Манфрид Альберт Захарович цитировал. То же самое пишет Жозефине и всем министрам. Что главное это сейчас, чтобы союз с Россией был, так сказать, на века. И потом даже предлагает, как вы знаете, руку и сердце сестре Александра Первого. Ну, если вы хотите воевать, вы же не будете таким вещами заниматься, да? Но первое письмо Александра Первого матери. Это мир-временная передышка. Мы должны вооружаться и обманывать нашего, значит, союзника. Ничего себе, да? И действительно так и происходит. Вы можете себе представить, что мирный год, 808 год, и бюджет военный увеличено в разы. Вот настолько был сумасшедший Александр Первый. Уже нищая страна, которая обескровлена была за последние годы, он увеличивает страшно военный бюджет, рушит финансы. И как раз это было доказано мной, что не присоединение к континентальной системе. И вот как раз то, что не присоединение к блокаде Англии, а именно увеличение военного бюджета было главной причиной краха российских финансов, я доказал еще в 2002 году в докладе своем в Центре экономической истории МГУ. Ну, у них кооперация с Амстердамом. Москва и Амстердам. То есть наполовину как бы вражеский центр. Итак, Александр Первый увеличивает расходы на оборону в мирный год. Он наводнил Францию шпионами. Александр Первый, это я впервые сейчас в монографии по архивным документам доказал, Александр Первый спонсирует религиозных террористов, фанатиков в Швейцарии и в Испании. Это абсолютная уголовщина. То есть он за спиной даже канцлера румянства, он занимался этим лично. Александр Первый это курировал лично. Вот он делал лично две вещи. Закупал во Франции духи, причем, опять-таки, здесь приведены документы двора. Александр Первый душился немыслимым количеством, ощущение по заказам, что он выливал, просто не плюс, а выливал на себя эти французские духи. И курировал спонсорство террористов. Важнейший факт. Уже в 1810 году, за два года до войны, русские армии стояли в боевом развертывании, в наступательном развертывании на границах России, готовые наступать через Герста-Варшавское на Францию. Очередная интервенция, очередная война, очередная попытка. И об этом известно было давно. Об этом писали все ученые. Еще в последние годы советской власти, в 1988 году, в классическом труде, конечно, правда, несопоставимом по масштабу с моим, Николай Алексеевич Троицкий, доктор исторических наук, профессор, кстати, потом мы последние годы его жизни очень дружили, это был изумительный совершенно человек, и полностью поддерживал мой труд. И здесь я не просто цитирую, я даже привожу фотографию его письма, у него был каллиграфический почерк, его письма ко мне. Так вот, в то же время царизм готовился к наступательной войне, надеясь сразить чудовище, как выражался Александр I, имею в виду Наполеона. Дальше с 1811 года были планы проекта Багратиона Бенихсена на наступательной войне, все это описывает Троицкий. Тогда, к осени 1811 года, царизм договорился о совместном выступлении с Пруссией. Вот это очень интересно. Царизм, он так называет по-советски, то есть Александр I. Александр I, этот психопат, опять решил уломать прусского короля, вывать с Францией и опять гнать своих рабов на Наполеона из зависти. То есть, можете представить, вот живет Россия, с своими проблемами, с крепостным правом. Есть сумасшедший монарх, который завидует Наполеону, еще ему мстит за плакание под деревом после Аустерлица и идет войной, и уламывает прусского короля. Дальше. 24, 27 и 29 октября 1811 года последовали высочайшие повеления командующим пяти корпусами на западной границе Багратиону, доктору Викгенштейну, Эссену и Багавуту приготовиться к походу. И ссылка на источник. Эти документы опубликованы еще 100 лет назад в материалах ВОА. Это 88-й год, Троицкий. И вы мне ставите в укор, что моя книга не научная, хотя это давно уже признано даже советской наукой. Более того, деточка, Сашечка, я понимаю, что ты невежественный, не читающий, небритый и нищий, но вот у меня в моей коллекции много чего есть. Например, у меня есть издание 1840 года с замечательными экслибрисами. Описание войны 12-го года по высочайшему повелению Михайловского-Данилевского. Это адъютант Кутузова, который по приказу Николая I создавал миф об Отечественной войне 12-го года к юбилею, к 25-летию. И вот здесь уже описаны, на нескольких страницах описаны, и я это все цитирую в книжке, описаны важнейшие события весны 12-го года. Дело в том, что участники событий не могли скрывать главного. Ведь переправы даже были подготовлены к весеннему наступлению на Герца Варшавского и Варшавской дальнейшей на Францию. Почему этого не случилось? Почему русская армия не перешла? Если в 811 году в последний момент отказался воевать с Наполеоном Фридрих Фильгем III, прусский король, но он испугался, его один раз уже подъемные разбили и уничтожили, то в 812 году, в последний день, Александр I подвела Австрия, которая заключила соглашение союзническое с Наполеоном. Причем одновременно и с Россией, секретное, что это не будет серьезная война, что там их корпус не будет действовать и так далее, но она официально подвела в плане совместного с Россией коалиционного выступления. Итак, Александр I – это абсолютно сумасшедший локомотив войны, безумец. В общем, вы забываете, была война с Персией, с Турцией, захват Финляндии, причем это была такая немыслимая подлость, ведь шведы были уверены, что идут мирные переговоры. И во время мирных переговоров, когда главнокомандующий был в Швеции, Александр I наносит удар. То есть это бесчестно, какая там дворянская честь, это подонство, то, что творил Александр I. Это тоже здесь все исследовано, все описано и про афинскую войну, все здесь есть, весь характер Александра и весь характер русских дворян. Вот такая ситуация с развязанной войной, но вы же не знаете еще и юридических моментов, которые тоже здесь описаны, и здесь описано, и у Троицкого, и, кстати, еще у Троицкого это описано. Вот, до меня не было только открытия того, что Александр I готовил создание Третьей антипературской коалиции с 801 года. Вот этого до меня не было. Это мое открытие, что действительно Александр I полностью виноват во всем конфликте. Так вот, Александр I умудрился, полагая, что его поддержит Австрия выдвинуть ультиматум Наполеону. Наполеон ультиматум нагло не принял. И после этого война уже должна была юридически начаться. Но, мало этого, она юридически была объявлена Россией первой. Россия первая объявила войну Франции тем, что русский посол Парижа затребовал паспорта. Более того, Александр I не хочет, Наполеон не хочет воевать и после того, как ему два раза фактически объявили войну. И после того, что он знает, что Александр I уже отдавал приказы в 11-м году к выступлению. И он уже знает про переправу, потому что у нас есть переписка с маршалом, где они говорят Наполеону, ну, не будьте сумасшедшим, надо срочно собирать армию. Александр I скоро нападет. Это же вот как обстояли дела. Наполеон ничего не готовил, он думал, что вот у него союз с Александром. Это Луи Николай Даву ему писал каждый день, что срочно, срочно, срочно надо будет отбиваться и строить крепости. Наполеон же стал строить крепости в Европе. Если ты хочешь наступать, зачем тебе крепости? Так вот, любопытнейший нюанс. Уже после того, как Наполеону два раза объявили войну, когда Наполеон знает, что два раза Александр I приказывал корпусам выступать, и советские люди даже это знают, Наполеон все равно хочет мира и посылает к Александру переговорщикам Нарбона. Хочет продолжить Тильзитские соглашения. Это какая-то безумная страсть к миру, просто сумасшедшая. Этим ему не выгодно, потому что же это оттягивание времени. Если ты хочешь воевать, то надо воевать не оттягивать на вторую половину года, когда дожди и прочее. Более того, Наполеон против всех законов тактики ждет две недели в Дрездене. Ждет, что Александр I все-таки пойдет на переговоры. Александр I не идет на переговоры, но, наверное, да, вот хочет сражаться, потому что он такой православный император. Наверное, православному императору может помочь Бог в этом сражении против Антихриста. Но как только Наполеон, уже армия собрана, он видит, что сейчас русские будут наступать. План Багратиона о наступлении в тыл через Герса Варшавская всем известен, потому что работает разведка. Наполеон переходит границу, думаю, что он придет к границу, и в Вильню Александр I либо, наконец, пойдет на переговоры в Вильню, либо будет сражение и переговоры. Но ведь мы должны понимать, что русская армия – это армия чудо-богатырей, что русские генералы – они феноменально одаренные люди. Как только Наполеон перешел границу, русские побежали. Причем побежали, роняя тапки, оставляя своих невест. Это все, я не шучу, здесь действительно написано про тапки, про невест, которые оставляли драгуном. Пишет один русский офицер, что очень не хотелось оставлять свою невесту, я знаю, что она станет добычей драгуна. Почему он имел в виду именно драгуна? Может быть, она бы стала добычей улана или киросира или карабинера? Мы не знаем. Документы у нас этих нет, но вот он так писал. А почему он ее оставил, этот офицер? Потому что моментально его денщик сбежал. А он же маменькин сынок, он не может без денщика, с невестой своей вместе, вот ему тяжело ее перевозить на лошади эту невесту. А денщики сбежали. Денщики сбежали. И поэтому все столовое серебро осталось. И Наполеон, когда вошел в Вильню, он обалдел, потому что вокруг все склады остались. Столовое серебро осталось. Эти бежали. Александр I бежал сначала просто из Вильню, потом Александр I бежал от армии в Петербург и скрывался там, отсиживался и так далее. Это уже другая история. Так, Александр I полностью виноват в войне. Это абсолютно был шизофреник. Кстати, по поводу шизофреника. Кстати, по поводу шизофреника и Петербурга. Ты уже поняла, да? Кто еще называл Александра I ненормальным? Я попрошу тебя поставить отрывок из лекции моего оппонента, доцента Олега Соколова, которого обожает Александр Соколов, которого как раз Александр Соколов в пику мне специально приглашает перед шоколотой выступать на форум православных ученых, ученых против мифов. Так вот, этот Олег Соколов показывает свое феноменальное психическое здоровье в этом ролике, на этой лекции. Также доказывает, что Александр I развязал войну с Наполеоном. Причем, посмотрите, насколько же надо быть вообще подлецами, чтобы за один и тот же тезис одного приглашать выступать на свой форум, а другого гнобить манипуляциями, подлогами и прочим. Это как же надо от зависти ненавидеть, насколько надо быть действительно небритыми, немытыми и ненавидеть все это. Ну что же, слушаем то, как друг и, в общем, тот, кого Александр Соколов страшно поддерживает. Олег Соколов рассказывает о вине Александра I в войне. И, собственно говоря, повторяю, что вот мне ставит вину именно этот тезис. А Соколов всячески другой Соколов поддерживает. Александр уже с 1802 года в инструкциях послал, называет Францию врагом. Не соперником, а врагом в 1802 году. Это никто не может объяснить-то. Почему она враг в 1802 году? Почему она враг в 1802 году? Он уже пишет инструкцию, как надо готовить войну с врагом в 1802-1803 году, когда ничто, ни один французский солдат еще даже мыслей не воображал, что каким-то образом можно идти здесь. Александр уже готовит эту войну. Вы говорите герцог-ингиенц. Да потому что никто не хотел воевать, кроме Александра. Никто. Ни русская армия, ни австрийская. Никто не хотел воевать. Хотел воевать только один маньяк больной. Александр, который был одержим идеей военнослужа. Ничего, боже. Поглядели? Вот это тот, кого журналист Сашка страшно поддерживает в пику мне. Основной метод манипуляции – это подложные сведения и недопущение к, собственно, самой книге, потому что на портале «Антропогенец» не приведено ни одной цитаты, ни одного слова из моей книги. Если вы говорите о том, что я неправильно обвиню Александра I в развязанной войне, вы должны привести как минимум четыре главы из моей книги, четыре главы, и здесь из четырех тысяч ссылок на документы примерно тысяча восемьсот, видите, вот здесь тысяча восемьсот ссылок на документы, в том числе вот эти архивные, которые подтверждают каждое слово. Я же знал, что какие-то завистливые шавки будут привязываться к моему исследованию. Поэтому в моей монографии подтверждено каждое слово. Более того, все мои концепции и исследования, они давно нашли поддержку и апробацию в Российской Академии Наук. Вот, к примеру, вот здесь я читаю визы, полученные этим изданием. Российская Академия Наук, Научный Совет Российской Академии Наук, Истории Международных Отношений и Внешней Политики России, Институт Российской Истории Российской Академии Наук, Институт Научной Информации по Общественным Наукам Российской Академии Наук. Здесь опубликован мой большой доклад касательно Александра Первого Наполеона и их позиций по реформированию Европы. И здесь полностью изложена моя концепция относительно вины Александра в войне. Это 2015 год. И вот больше виз в научном мире по истории в России не бывает. Просто большего количества. Также в разгромных роликах про Олега Соколова я демонстрировал множество своих статей на научных конференциях, международных коллоквимах. В Ютубе вы можете посмотреть мои лекции на дожде, мои лекции, мои выступления в Академии Наук и, кстати говоря, в РГГУ и так далее. То есть, в отличие от этого журналистика Соколова, которой нет ни одной научной публикации вообще. Он же вас просто обманывает. Потому что он говорит, что вот мы ученые. А почему он себя называет ученым? Как это может себя называть человек ученым, если он просто журналистик, у которой нет ни одной даже абзаца, опубликованного в научном издании. И вот это существо, это, так сказать, моська смеет лаять на слона. Ну, значит, она сильна, конечно. Сильна Школотой, которую она манипулирует через блокировку тех, кто хочет сказать правду. Ну, ничего, сейчас благодаря интернету тому же, видите, как я прекрасно разоблачаю всякую шваль. Далее, дорогие друзья, переходим к сладострастной тематике. Поскольку вот этот портальчик Школотский, Школоты, Косолодский, обвиняет меня в том, что я обвиняю Кутузову в том, что он любил малолетних девочек, так, пожалуйста. Вообще, вот об этом писали все, кому не лень, и писал уже много раз и Николай Алексеевич Троицкий, и даже патриотические там всякие пропагандисты и в 19 веке, и в 20 веке. Но я процитирую, к примеру, вот отсюда. Министерство культуры Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Военно-исторический музей артиллерии и инженерных войск связи, Государственная архивная служба Российской Федерации, Российский государственный военно-исторический архив, фельдмаршал Кутузов, документы, дневники и воспоминания, археографический центр, 1995 год. Здесь, помимо многих других документов, и Ростовщины, и все генералы, и окружение Кутузова писали про его девочек малолетних. Ну вот, к примеру, я процитирую графа Александра Федоровича Лонжерона, относительно вот этого события 1811 года. Первым делом Кутузова по приезде в Бухарест было отыскать себе владычицу. Сделать это было совсем нетрудно, но его выбор поразил нас. Он пал на 14-летнюю девочку, племянницу Варлама и бывшую уже замужем за одним молодым боярином-гуньяном. Она очень понравилась Кутузову, и он, хорошо зная валахские нравы, приказал ее мужу привезти ее к нему, что тот и исполнил. На следующий день Кутузов представил нам свою возлюбленную и ввел ее в общество. Но, к несчастью, этот ребенок, я подчеркиваю, говорю, что в то время, по-другому относились к возрасту. Вот, граф Ланжерон говорит, что этот ребенок скоро начал иметь на нас большое влияние и пользовался им исключительно для себя и своих родных. Далее. Когда 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый, как Кутузов, не может существовать без того, чтобы иметь около себя трех или четырех женщин, хвастаясь этим богатством, это достойно или отвращения, или сожаления. Но, когда последний из этих созданий управляет им совершенно, руководит всеми его действиями, дурно на него влияет, раздает места, но тут уже отвращение отступает место негодованию. И, действительно, уже отвращение перед вот этим журналистиком подлым Сашкой уступает место праведному негодованию. Кстати, вообще, вот это, когда 64-летний старик, толстый, уродливый, толстый, уродливый, и вот эти девочки, эти девочки, 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 ищем девочки. А, вот, пожалуйста, нашли девочку. Слушайте, боже, мы все нашли. Газета «Московский комсомолец». С Кутузовым мы разобрались, я надеюсь. Так, газета «Московский комсомолец», 23 мая 2018 года, страница 15. Вот, вот эта девочка, вот эта, нет, это не Кутузов, но, в общем, это доцент Олег Соколов. Статья называется «Угрожал, что изуродует меня». Опубликовано заявление девушки в 43-й отделении полиции Петроградского района СПБ. Дальше, вот я такая-то, находясь в городе, на съемной квартире. Сейчас, подождите, подождите. На съемной квартире, на съемной квартире, пожалуйста, пожалуйста. Так, значит, вот. Соколов ОВ схватил меня сзади за руки и стал связывать веревку, которую я, как я поняла, он приготовил заранее. Я стал сопротивляться и просить объяснить, что происходит. Соколов ОВ ударил меня по лицу и в живот, после чего привязал к стулу мои руки и ноги. Я оказался абсолютно беспомощный, не способный оказать сопротивление. Соколов ОВ вышел в соседнюю комнату, пока я оставался привязанный к стулу и в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, мы теперь знаем, как его прозвать вообще, да? Нагрелся, он поднес его к моему лицу так, что я ощущал исходящий от него жар. И стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносить удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет. А труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут и так далее, и так далее. Есть большое заявление, вот все опубликовано. И вы знаете, за почти 4 месяца Олег Соколов официально ни разу никак не опроверг данную публикацию. Это очень просто. Можно позвонить в газету, подать в суд на газету, чтобы приведить эту девушку, покажите это заявление, покажите, тут справки упомянуты. Это все очень просто делается. Так что я, например, у меня нет оснований не верить этому заявлению. Ну, тем более, что... Так, это что касается Кутузова-Соколова. Я уже не могу даже понять, чего это касается. Да, это касается форума православных ученых против мифов. Вот этот тип Олег Соколов, да, его пиарит Александр Соколов и приглашает участвовать в форуме ученых против мифов. Но, допустим, ладно, это частная жизнь, это, конечно, ублюдочно просто, это чудовищно, что там описано. Это, ну, я не знаю, за это даже не бить, я не знаю, что за это сложно, это не человек, я не знаю, человек не может так поступать с человеком. Но важнейшее дело, новость последних дней, моя грандиозная победа над Олегом Соколовым. У меня в руках лингвистическое заключение, экспертиза. Лингвистическое заключение, кстати, это все про плагиат Соколова. Дело в том, что вот Александр Соколов пиарит этого товарища и говорит, мне в укор ставит идею того, что Александр Первый виноват в войне. А эту же идею ровно дословно, так же, как вы теперь знаете, рассказывает и Олег Соколов. Но откуда все он берет тезисы, откуда он берет формулировки, давайте узнаем. Лингвистическое заключение подготовлено на основании запроса историка Панасенко Евгения Николаевича от 13 августа 2018 года о проведении лингвистического исследования фрагментов книг Панасенкова «Е.Н. Правда. Войне 12-го года», «Москва. 2004 год. Страница Токита» и «Соколова. ОВ. Битва двух империй. Москва. 2012 год» и «Аустерлиц. Москва. 2006 год». Вопрос. Обнаруживаются ли признаки сходства в аргументации, представленной страницей книги Панасенкова «Е.Н. Правда. Войне 12-го года» года, 2004 года издания. С одной стороны, из страницах книг Соколова «Битва двух империй. Э.У. Стреллиц» с другой. Если да, то в чем это сходство заключается? Исследование проведено самым крупным в России специалистом по исследованию плагиата, доктором филологических наук, заведующим отделом в Институте русского языка имени Виноградова Российской академии наук Анатолием Николаевичем Барановым. Значит, здесь колоссальное исследование, и надо сказать, что это вот доктор, то, что нам, историкам, понятно давно, доктор филологических наук умудрился по каждому слову раскладывать, вот изучает здесь плагиат. Все, поразительный труд, просто нереальный. Так, это все, это будет в формате PDF под роликом, а я зачитаю вам общие выводы исследований. Кстати, видите, тут как все красиво, все красиво, и вы же очень любите печати. Вот здесь все официальные печати, подписи, все сброшировано, прошито, сзади то же самое, все как положено. Я подхожу к ситуации очень-очень серьезно и, конечно, доведу ее до логического конца. Так, 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 сейчас давайте все сделаем очень-очень аккуратно, аккуратно и научно. Проведенные исследования структуры аргументации фрагментов книг Панасенкова и ЕН «Правда о не 12-го года» и «Соколовые битвы двух империй» и «Аустерлиц» показывают, что значительная часть тезисов и аргументов, занимающих центральное место во обсуждении причин возникновения войны 12-го года, близки по семантике, будучи синонимическими вариантами друг друга, с существенной степенью семантического сходства. В проанализированных фрагментах отсутствуют ссылки авторов друг на друга. Отсутствие ссылок на оригинальные научные результаты ученого при их воспроизведении другими исследователями представляет собой некорректное заимствование в научных трудах, опубликованных позже, что может рассматриваться судом как та или иная форма плагиата. Печать и подписи. Итак, моя книжка 2004 года, книжки Соколова 2006 и 2012 года. В ролике, который я опубликовал недавно, как раз посвященном специально этой теме, я приводил еще массу книг историков, которые подтверждают с исторической точки зрения то, что доказано математически. А это уже перед доказанием, с этим сделать ничего невозможно, это математическая штука. Слова – это просто математическая штука, и высших специалистов у нас в стране нет. То есть можно найти какую-то урку, там ей заплатить, но это будет просто комично. Итак, я повторяю. Вот эти три тезиса, три тезиса о том, что Александр I виноват в войне, Кутузов любил малолетних девочек, и авторы в целях пропаганды замалчивали правду, мои коллеги, они абсолютно подтверждены мною в сотнях роликах, в десятках научных статей, в «Капитальном труде». После каждой фразы есть ссылка на первый источник, и полностью подтверждены мной в данном ролике. Я показал анатомию подлого поведения, манипуляции, клеветы со стороны антропогенеза и главного редактора Соколова. У меня есть масса, мои помощники подготовили массу скриншотов, которые показывают ненависть Александра Соколова ко мне. Чудовище, ну это от зависти, да, все это запротоколировано. У меня все ходы записаны, деточка, так что придется тебе отвечать. Могут возникнуть еще вопросы, откуда историки знают про все это, на что я ссылаюсь, где эти архивы. Эти архивы, они находятся в Москве, там один на Яузе, допустим, военно-исторический, куда я всем советую наведаться. Но на самом-то деле абсолютное большинство документов, абсолютное большинство уже давно изданы к столетию войны 12-го года. Это материалы ВУА, военученого архива, огромные тома, их множество. Тогда же, еще даже за несколько лет до этого изданы почти все дипломатические документы, и Великим Князем, и Мартенсом. Все это издано. Крупнейшие публикации, вот, Советское Министерство иностранных дел, официальные, малюсеньким тиражом и малюсеньким шрифтом. Но это издано, вы можете теперь без цензуры всем этим ознакомиться. Для того, чтобы показать разницу между мной и моими оппонентами, и не только теми, там, школьный преподаватель или младший научный сотрудник, случайные люди в теме 12-го года, которые серьезно и не занимаются, я занимаюсь ей всю жизнь. И показать разницу, особенно между мной и вот этим завистливым Сашкой-журналистом, который никто не знает никак, и в истории ничего не значит, и не знает, и теми, кто просто пишут гадости, безымянные существа, ноунейм в интернете, тоже от зависти, я покажу, что хранится в моей коллекции. Вот, к примеру, два абсолютно уникальных экспоната. Первый среди них – это документ эпохи консульства Бонапарта. Это приказ о распоряжении о производстве, о назначении одного из чиновников. Он прекрасен, этот документ, тем, что подписан Жаном Жаком Режи де Комбассересом. Это второй консул, который был одним из главных создателей Великого гражданского кодекса. Вот это изумительно, ведь эта история просто живет здесь. Изумительный почерк Комбассереса, эти полувыцветшие, но еще очень зримые чернила. Этот изумительный шрифт, очень эстетский. Причем вам не видно, мне видно, поскольку свет на меня. Вот здесь водяные знаки, роже, гравюра, который специально сделал бумагу для правительственных документов. Здесь вот эта гравюра, здесь написано «Бонапарт, первый консул» и символ Франции, символ Республики тоже здесь подписано, гравировал роже. Изумительного качества бумаг в этой 200 лет, как она сохранилась, государственная печать, Министерство юстиции, подписи. Вот такой документ. Почему подписал не Бонапарт, а Комбассерес? В эти дни как раз, буквально в эти дни, Наполеон разбивал австрийцев во второй итальянской кампании под Моренго. Вы представляете, какое ощущение? Бонапарт сажается под Моренго, а вот второй консул, создатель, один из создателей гражданского кодекса подписывает документ, и хранится это у меня. Я с этим имею дело каждый день, с такими документами. Вот без этого, без ощущения атмосферы, без ощущения правды, аутентичности, вы не имеете права исследовать историю. И ни один из моих вот этих вот интернет-критиков, конечно, до подобного уровня не доходил. Вы можете только клеветать и завидовать. И еще один документ, и еще один уникальный документ, уникальный не просто по своему содержанию, а по тому, как он сохранился. Это также документ на французском языке, но русский. Ну, здесь мы патриоты, все понятно, писали по-французски. Документ посольства дипломатической миссии России в Париже 1818 года. И здесь очень много замечательных таких печатей. Вот печать французского короля Александра Первого. Но здесь уникально то, почему это не просто документ эпохи, а музейный буквально экспонат, что сохранились печати, вот эти печати российского, польского, Польша была тогда уже частью Российской империи, печати польских дипломатов в Париже. Это изумительно совершенно. И главное, сохранилась даже сургучная печать Александра Первого. Это абсолютно феноменально. То, что она не развалилась, не рассыпалась. Вот это ощущение, когда вы общаетесь с документом, когда история оживает в моих руках, это ни с чем не сравнимо. И теперь вы должны объективно понимать мой уровень и уровень этих моих зависливых, несчастных, лузеров, критиков. Вы скажете, что это нарциссично? Возможно. Но я заслужил, я всю жизнь этим занимался, я заслужил стать цветком. Я понимаю, конечно, цветку всегда будут завидовать лебеда, репейник, крапива, потому что их, это сорняки, они засоряют место. Вы засоряете место. Вы засоряете интернет-пространство. Как правильно заметил Станислав Ежелец, ничто занимает в мире слишком большое место. И вот такие журналистики, как Сашка, это, конечно, ничто, которое занимает в мире слишком большой интернет. Школоту обмануть непросто. Она сама обманываться рад. Итак, вот есть действительно основания для цветка и нарциссизма. И, пожалуйста, там сорняки. Самое убогое и комичное, что этот журналистик Саша защищает своего однофамильца Олега Соколова и пиарит его на самодеятельном форуме, хотя я повторяю, что вот этот вот Олег Соколов пользуется нагло, вот экспертиза моими концепциями и формулировками, и вот, ну, представьте, каким же вообще подлецом надо быть, чтобы подобным образом поступать. Это чудовищно. Это чудовищно. И те, кто вот после, когда вы узнали всего подобное, останутся не то, что на стороне этого Сашки, а как-то продолжат ее читать, смотреть, лайкать, но они признают, что они сами ничтожны, что сами завистливые, сами, так сказать, там бактерии и прочее, прочее. Но вернемся к тому, что делает про это голосованница антропогенез благодаря главному редактору. Методы обмана аудитории, методы манипуляции очень просты. Это клеветнические тезисы без опоры на аргументы. Не приведено ни одной цитаты из моей книги, хотя необходимо было привести хотя бы главу, где описывается вина Александра в конфликте. А также не просто не приведены положительные и восторженные рецензии и отзывы выдающихся историков и общественных деятелей, но всех, кто пытался цитировать их в комментариях, администрация портала блокирует. Это шавочки, я считаю, по моему мнению, маргинальный фашизм. Мне прислали скриншоты блокировок тех, кто разоблачал вашу клевету цитатами из моей книги, цитатами из рецензии ученых. А также мне прислали скриншоты ваших накруток при голосовании. Вот сейчас я на всеобщее обострение выставлю этот позорный, этот преступный момент с накрутками при голосовании. И после этого вашему порталу никто уже верит, не будет никогда. Вы теперь опозорены навсегда, благодаря зависти вот этого журналистика Сашки ко мне. Знаете, если уже ставить на голосование серьезную научную тему, совершенно не разбирающиеся в теме аудитории, просто людишкам с улицы, хипстерам, вы обязаны были им предоставить материал, сам этот материал, собственно, о чем идет речь, чтобы они представляли, чтобы они видели главы из книги с тысячами ссылок на документы, которые они сами могут лично проверить. И также многочисленные рецензии. Теперь гопникам придется отвечать. Сначала сделаем мы так. Вот сделаем мы так. Давай-ка, журналистик Сашка, вот ты гадости про меня писал, писал, Соколова поддерживал, Олега поддерживал, ты называл мою книжку ненаучной, называл, ты вмешался в дело, в котором ничего не смыслишь, вмешался. Теперь я тебя вызываю на беседу в прямом интернет-эфире. Один на один. Ты у меня будешь отвечать вот за это все. Вот за это, вот за это, за это. Кстати, где-то тут еще про... Ну нет, ладно, за это будет Олег отвечать. Так, за это будет Олег отвечать. Но я себя спрошу, я себя спрошу. И вот это, и вот здесь еще 6 тысяч томов спрошу. И вот это. Тебе придется доказывать, что Александр I не виноват в конфликте. Тебе придется доказывать, что все Кутузовы оболгали, что Кутузов это был святой и православный, который никогда с молодецими девочками ничего никогда. Тебе придется доказывать, что пропаганды и цензуры, они не действовали на историков. И вот историки ничего не скрывали. Тебе придется это доказывать. Иначе даже твоя шоколота из интернета будет тебя считать размазней и просто, ну, как это, лающая такая собачка, которая лает и ничего не может доказать. Ты врал, теперь докажи. Ты врал, и теперь ты обязан доказать. Но ты представляешь, что я с тобой сделаю в прямом эфире один на один? Это будет так. Конечно, я тебя сначала буду долго вот этим всем размазывать по стенке. А потом я над тобой надругаюсь. Ну, конечно, интеллектуально. Интеллектуально, потому что я такое небритое и такое немытое впечатление производит, что только это возможно надругать, что только интеллектуально. Кстати, вы знаете, ну, почему вы думаете, что аристократ, интеллигент, ученый, коллекционер не может вот так грубо поступать? Почему же? Я тоже часть эволюции, тоже часть антропологического, так сказать, процесса, естественного отбора. У меня тоже может проснуться лимбическая система, которая унаследована нами от ящеров, от звероящеров. Поэтому, ну, почему же? Это объективный процесс, это биологический процесс. Придется кого-то ням-ням и там бег-бег-бег-бег, как там Миронов пел, да? Ну, придется, чтобы, так сказать, антропогенез требует жертв. Да, все, конечно, расходы технические по организации этого прямого эфира в интернете я беру на себя, я все оплачиваю, это естественно. И, кроме того, мне могут поставить в упрек, что вот это такая жестокость, и это неэтично. Но, знаете ли, если дебильный тушканчик залез в клетку льва, то я считаю, что со льва надо снимать все этические, так сказать, да, обязательства, потому что, ну, если тушканчик дебил, ну, что ж поделать, дебилы же. Поэтому, знаете, вот этой унылой бактерии придется доказывать, то, что доказать невозможно. И, наоборот, я-то все могу доказать. Вот, унылая. Теперь его все будут считать, даже его эти тролли интернетовские, просто шавкой и болтуном, наверное, так? Печально, как это печально. Он у меня просыпается... Нет, не просыпается, или просыпается, надо подумать. Как вы все знаете, я физиономист, я очень доверяю тому, что вижу, как человек выглядит, как он одевается, как он говорит, как устроен его быт, с кем он общается, с кем ему приятно быть рядом. И, как известно, из постов самого этого журналистика Сашки Небритова, он живет с огромными тараканами, даже есть фотографии, вот вам покажут, с тарантулами, с скорпионами и ящерицами. Вот видите, с кем ему приятно. Они, видимо, находят какой-то общий язык. Вот я ему неприятен. А вот тараканы, это для него близкие по духу, по духовным скрепам, наверное. Мне сложно приводить вот вам в этом эфире фотографию Сашки по простой причине. Дело в том, что у него, как стало известно, есть брат-близнец однояйцевый, гомозиготный. И я могу просто перепутать, или мои редакторы могут перепутать. То есть я вам скажу, что это Сашка, а на самом деле это совсем даже и гомозиготный. Это непростая история. Но так или иначе я видел, что тот, который меня завидует, он небритый. И какое-то вот ощущение, даже через экран запах от свитера и от пальтишки. Запах. Это так неприятно. Интересно. А вот интересно, он с тараканами, тараканы только дома у него? Или он как-то с ними где-то, они у него там постоянно вот где-то гомозиготным образом. Ну что, все. Я доказал, что Александр Первый виноват в войне. Я доказал подлейшие вещи, накрутки и блокировок честных людей антропогенезом из зависть журналистика Александра. Я показал вам уникальные предметы из своей коллекции с печатями, с текстом начала XIX века. И я думаю, что это очень хороший пример. И вы знаете ли как предупреждение тем бессовестным и бесчестным существам, которые позволяют себе, прикрываясь неким необразованным сообществом, интернетом, который всегда обезличен. И коллектив всегда, к сожалению, обезличен. Пытаются нагадить тем, кому они очень завидуют. Потому что никогда, никогда не смогут стать такими, потому что такими надо родиться. «Посящи» «Посящи» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин